Здравствуйте! Вы смотрите новости на СТМГ-ТВ. В эти дни в Баку проходит международная зимняя школа мультикультурализма. Ее участниками стали 55 студентов из 16 стран мира. Одним из пунктов программы зимней школы, работа которой продлится до 15 февраля, является знакомство с жизнью религиозной общины горских евреев знаменитой Красной Слободы. По мнению организаторов, посетив общину, иностранные студенты и преподаватели смогут еще раз убедиться в том, что представители всех этносов и конфессий живут в Азербайджане в мире и дружбе. В столице Италии открылась выставка фотографий «Дербент. Живая связь времен». Ее вернисаж уже прошел в Москве, затем в Новгороде, Ярославле и Кронштадте. Целью выставки является не только рассказ о жизни одного из городов Российской Республики Дагестан, но и воспитание в людях взаимоуважения к национальным культурам и самобытности этносов. На выставке представлено немало фотографий, посвященных горским евреям Дербента. Причем самые древние снимки относятся к концу 19 века, но большинство сделаны в 2014-15 годах во время экспедиции фотографов. Выставка будет работать в Риме до 18 февраля. На днях в Израиле в городе Нитания отметили десятилетие ансамбля «Берекет». На мероприятие съехались друзья и любители народного танца со всей страны. «Берекет» – уникальный ансамбль. Он выделяется среди всех подобных коллективов тем, что в нем танцуют только женщины, которые исполняют и мужские, и женские партии. Отмечу, что 10 лет назад этот ансамбль задумывался как любительский коллектив, но за прошедшие годы он добился такого мастерства, что уже вполне может называться профессионально. С 19 по 23 февраля в Подмосковье пройдет семинар для молодых еврейских семей. В нем примут участие психологи и коучи, которые своими занятиями помогут улучшить жизнь молодым парам. Также в программе предусмотрена шабатняя трапеза, вкусная кошерная еда. Среди развлекательных мероприятий – боулинг, бассейн, квадроциклы и многое другое. Записи и подробности по номеру, которые вы видите на экране. Израильтянин бросил работу, переехал в Индию и превратил 70 акров бесплотной земли в лес. Улицу в Мадриде назвали в честь испанского врача, спасшего тысячи евреев. Номинантом на премию «Оскар» подарят поездку в Израиль ценой в 55 тысяч долларов. Об этом и многом другом узнаете на сайте stmagi.com. Актуальные курсы валют вы видите на мониторе. Хорошего настроения и всего доброго!